Всем привет! Меня зовут Андрей Лето, это Хэнпаншок. И сегодня мы сделаем такую пробную версию нашего видеокурса, чтобы получить ваши отзывы и понять, что мы делаем правильно или неправильно. Поэтому после этого, в комментариях к этому видео, вы можете сказать, что надо добавить, что надо убрать, и нам очень важно ваше мнение. И сегодня мы разберем не сложную композицию, но с фишечкой. И у нас будут несколько элементов. Нолик мы будем называть динг. Вот это значок сверху, это приглушка. То есть это разные виды приглушек. То есть если просто ноль, это динг ударяется. Сегодня будет вот такой вот элемент, это с приглушкой. И цифры, это ноты вокруг. И R это рим, это зона, которая кольцо вокруг динга. То есть мы бьем в динг и в рим. Эти обозначения будут дальше использоваться в видеокурсе. Нам надо изучить один такой элемент, когда мы ставим запястье за поле вокруг динга, и желательно на вот эту вот косточку, которую он здесь выпирает. Мы ударяем указательным пальцем. Динг. Вам надо тренировать этот удар. И ударили, а потом провели. И у нас появится вот такой звук. Мы сначала делаем движение правой руки, когда идет удар. И такое пункание. После этого, когда мы ударили, оно прошло. Мы ударяем, прокручиваем рукой вращательное движение. Ударяем по дингу открытому. То есть мы здесь приглушили вот эту поле, оно всего лишь пройдет такое расстояние с запястьем. И удар идет. Потом левая рука ударяет указательным пальцем по четвертой ноте. Следующее движение. После четвертой ноты правая рука указательным пальцем бьем указательным и безымянным по риму. Это уже элемент рового получается. Еще остается одно движение. После двух ударов по риму мы ударяем по шестой мембране. Потом у нас меняется только последний удар. То есть указательный палец левой руки меняет бьем сначала по шестой ноте, потом по седьмой, потом по шестой, а потом по третий. Мы два раза проиграли этот квадрат. И у нас дальше мы переходим, что играем сначала третью, сначала вторую ноту вращательным движением большого пальца левой руки, потом первая, потом опять вторая, потом третья. То есть третью ноту удобно ударять указательным пальцем. и потом дробь. Мы делаем дробь по третий, потом четвертая, пятая, третья, четвертая, пятая, шестая и опять переходим на предыдущую часть. И так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Нам очень важный фидбэк, чтобы его оставили в комментариях И если вам нравится то, что мы делаем, то лайкайте, репостите, подписывайтесь на канал И оставляйте свое мнение, которое для нас имеет большое значение